МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Об основных событиях выходных и понедельникам вам расскажут наши корреспонденты и я, Родион Архипов. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поднять до средней по региону. 2 миллиарда рублей предусмотрены в этом году на повышение зарплат бюджетникам. Осторожно, тонкий лед. После трагедии на Волге спасатели проводят рейды, чтобы еще раз напомнить о правилах безопасности на реках и озерах. Рекорд побит. Только в Чувашии лыжня России собрала 48 тысяч любителей спорта. Сегодня на еженедельном совещании при главе Чувашии основным вопросом стало повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Подготовлен указ о поэтапном увеличении зарплаты. Подразумевается, что индексация будет проводиться ежеквартально для того, чтобы в 2013 году довести среднюю оплату труда работников бюджетной сферы до уровня средней по региону. В 2012 году бюджетникам несколько раз повышали зарплату. Одно из последних в декабре, когда на 24% подняли довольствие работникам дошкольных учреждений. Прошлогодние повышения обошлись бюджету Чувашии более чем в 2 миллиарда рублей. В этом году также предусмотрено около 2 миллиардов. Самым значительным повышением зарплат будет у работников культурной и социальной сферы. По работникам культуры необходимо достичь 50... Ну, нормативный показатель 53, но мы выводим на 57,8, исходя из уже достигнутого уровня. И существенное повышение по работникам социальной сферы, то есть за 2 года почти на 84%. В прошлом году 29,9% и прогнозно в 2013-м 53,7%. В этом году будет продолжена работа по приватизации госимущества. До 2018 года предполагается продать активы, не являющиеся необходимыми для достижения задач и интересов государства. Данный показатель является индикатором модернизации экономики. И мы видим ежегодно снижение этих госпредприятий. И, кроме того, данный показатель является включенным в оценку деятельности органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации. За 3 года количество госпредприятий сократилось в 2 раза. И с учетом прогнозного плана на 2013 год прогнозируется на конец 2013 года 18 госпредприятий. Глава Чуваши обсудил с руководителями муниципалитетов и новые тарифы на тепло и воду. Квитанции запросили, должны сегодня все представить. Проверим, было принято решение выставлять квитанции с применением двухставочных тарифов. По той схеме, которая была, по тем тарифам, которые были утверждены госслужбой по тарифам в конце декабря. По городу Чебоксары было дано поручение управляющим компаниям выставить квитанции по новой системе. В итоге, при открытой системе теплоснабжения, рост оплаты, рост оплаты в целом получился до 5% с учетом снижения тарифа на тепло при закрытой до 1%. Управляющие компании, прежде всего, должны стремиться оказывать качественные услуги. Некоторые управляющие компании или отдельные стремятся только собрать деньги у жителей многоквартирных жилых домов, а потом, соответственно, создавать соответствующее благо для себя. Михаил Игнатьев призвал глав Чебоксары, но у Чебоксарска активнее информировать жителей городов, откликаться на любую просьбу и внимательно относиться к жалобам по поводу начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Выходные на Волге произошло ЧП. Рыбаки выехали на машине на лед. Лед не выдержал, и автомобиль ушел под воду. В районе Ильинки мужчины выехали на лед на внедорожнике. Автомобиль провалился в 30 метрах от берега, где глубина составляет 14 метров. В машине находились шестеро мужчин. Машина резко ушла под лед. Успели выпрыгнуть два человека. Четверо выпрыгнули, к сожалению, двое, которые сидели на заднем сидении, так и остались в машине. Глубина 14 метров, когда спасатели наши подъехали. Одного обнаружили прямо в машине, а второй, видно, пытался все же выпрыгнуть. Пытался выплыть, но его течением снесло в сторону. Он в пробоину не попал, к сожалению. Двое погибших. Специалисты службы спасения в очередной раз напоминают о мерах предосторожности на водоемах. К сожалению, не всех эти предупреждения останавливают. Сотрудники госинспекции по маломерным судам совместно со спасателями провели специальную акцию. Они еще раз рассказывали рыбакам, лыжникам и экстремалам, как нужно вести себя в чрезвычайной ситуации. На еженедельном совещании с главой Чуваши просили еще раз напомнить и каждому владельцу снегохода об опасностях на льду. Работы у сотрудников государственной инспекции по маломерным судам много всегда. Сезон зимней рыбалки особенно тяжелый. Несчастных случаев немало, не устают повторять спасатели. Впрочем, тех, кто готов рискнуть собственной жизнью, меньше не становится. Кроме профилактических бесед, других мер воздействия на тех, кто испытывает страсть к подледному лову и экстремальным видам спорта на замерзших водоемах, к сожалению, нет. Лед в отепель особо коварен, говорят сотрудники МЧС. Из-за перепадов температур он меняет структуру. Внешне хоть и выглядит крепким, но на солнце становится рыхлым и непрочным. Рыболовы со стажем могут шагать по льду десятки километров. Часто случается так, что они теряют бдительность. И многие при этом не имеют даже элементарных средств спасения, что может пригодиться в экстремальных ситуациях, еще раз рассказали рыбакам-спасателям. Рыбакам-спасатели надо брать с собой веревочку, чтобы другому можно оказать помощь. Данифат Агирова, Сергей Ильин, Республика. Еще одно ЧП произошло в мужской исправительной колонии номер 6 в Новочебоксарске. Заключенный покушался на соседа по камере. Нападение зафиксировало камер наблюдения, установленное в помещении. Осужденный долгое время перемещался по камере, что уже было подозрительным. В четвертом часу утра все заключенные должны спать. Позднее он неожиданно напал на соседа. В шею соседу он воткнул металлическую заточенную пластинку, которую изготовил самостоятельно. Потерпевший смог сам извлечь предмет. Рана оказалась неглубокой. Ему была оказана первая медицинская помощь. Со слов нападавшего он собирался убить соседа. Известно, что нападавший отбывает 20-летний срок. После этого срок может увеличиться не менее чем на 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело. В проведенной прокуратуре проверка установлено, что указанное стало возможным, в том числе и по причине недостаточных мероприятий по обеспечению режима, недостаточно оперативной воспитательной работы. По данному факту внесено представление в адрес начальника колонии. Сотрудники колонии своевременно данный предмет не изъяли. Вот потому и произошло указанное событие. Девятого февраля глава Чувашия Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Лавровым. Гость отметил, что по Волжи и в том числе Чувашия лидер по реформированию общественных финансов. В Чувашии проводится сбалансированная бюджетная политика, приносящая реальные результаты. Республику отличает высокое качество государственного управления и управления общественными финансами. Тем не менее, нам есть к чему стремиться, отметил Михаил Игнатьев. Предприниматели новые производства открывают, модернизации проводят. И практически, если машиностроение у нас было на первом месте, сейчас электротехника наступает на пятки. И перспективы, наверное, выйдет. Самое главное здесь, ключевым фактором является то, что спрос на рабочую силу работодателей для студентов, которые выходят с этих факультетов, все трудоостроились. Сто процентов. Делаем бюджет правильно. И начинается постепенно и приток инвестиций, и взаимодействие международными структурами, и частный бизнес начинает вас воспринимать как прозрачных, надежных партнеров. И, соответственно, возникают совместные проекты. Вот это очень хорошо, что у вас это все происходит, продолжается развиваться. Алексей Лавров приехал в Чувашию на семинар, который посвящен вопросам создания единой системы управления финансами. На семинаре затронули актуальные вопросы построения единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами в нашей республике, внедрение банковских карт при обеспечении наличными средствами госучреждений, а также создание единого портала бюджетной системы Чувашия. В Чувашии усиливают контроль за поставками продуктов в детские сады. Инспекторы Роспотребнадзора, ветеринарные службы проверяют, насколько качественно питаются малыши. Сегодняшний рейд инициировала лично глава городской администрации Алексей Ладоков. На кухне дошкольных учреждений овощи, фрукты, мясо и молоко должны поставляться с санитарными заключениями. В рационе здоровая пища, продукты только наивысшего сорта. И на это всегда делают ставку. Как кормят детсадовцев и довольны ли они своим меню, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Фрукты свежие, молоко не слишком жирное, мясо только первой категории. Детское меню должно состоять из самых качественных продуктов. За это в городе отвечают 9 официальных поставщиков. В цепочке производитель-покупатель сразу несколько строгих проверок. К поварам продукты поступают только после одобрения санитарных врачей. Мясо в детские сады привозят с клеймом и с целым списком официальных заключений. Если какой-то некачественный, у нас в договорах уже прописано, что в случае некачественной поставки продуктов питания будет расторгнут договор с этим поставщиком. И естественно, уже он будет в черном списке. Правда, в этом черном списке пока нет ни одного поставщика. На бизнесменов, которые продают продукты детским садам, в городе еще никто не жаловался. Чтобы обезопасить малышей от недобросовестных дельцов, Чебоксарская администрация инициирует масштабные проверки. Тендеры на поставку продуктов разыгрываются раз в квартал. И каждый раз в конкурсах участвуют новые игроки. Мы не знаем, кто выиграет на данный момент котировку. Поэтому вот с этой целью, я еще раз повторяюсь, мы и создали эту комиссию. На своей базе поставщики стараются долго не задерживать товар. Мясо в детские сады отправляют в тот же день, как его привозят на предприятия. Ставку делают только на свежие продукты. Молоко, йогурты или, к примеру, сметана должны храниться меньше суток. И только в холодильнике. Продукция у нас молочная уходит сегодня и завтра с утра. Завтра мы получаем новую порцию молока. С учетом количества детей и тех норм, которые у нас действуют, согласно Санфину. Блюда из говядины и курицы тоже необходимо готовить в тот же день. Сейчас на четырехразовое питание одного ребенка детские сады тратят более 70 рублей. Цены на продукты в ходе котировок, конечно, снижаются. Но главное, отмечают специалисты, чтобы это не отражалось на качестве блюд. В зависимости от набора продуктов, не всегда бывает там и дороже, когда по меню идет творог, это дорогостоящий продукт, мясо, рыба, то бывает там и 80 и больше. Мы сегодня готовим суп крестьянский, капустный салат с фаршной капустой, рис отварной, шнитель мясной. Торги, электронные проверки на деле. Пока только так, с выездом на место, можно выявить недобросовестных поставщиков. Подобные рейды в Чебоксарской администрации собираются проводить часто. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. На ведущем предприятии Чуваши Элара прошел конкурс профмастерства. Так решили отпраздновать день рождения завода. В этом году за звание лучшей по профессии, кроме токарей, фрезеровщиков, монтажников печатных плат, боролись и водители. Наша съемочная группа следила за конкурсом. Начало конкурса – раздача заданий и номеров. Затем все участники, их можно узнать по желтым кепкам, расходятся по рабочим местам. Участников конкурса жюри оценивало по нескольким критериям. Нужно было хорошо знать теоретическую часть, обеспечить чистоту на рабочем месте и, кроме того, правильно изготовить детали. Фрезеровщики изготавливали вот такие кронштейны, а токари вытачивали вот такие оси. Помогать, отвлекать и советовать во время конкурса было нельзя. Все это могло повлиять на результат. За порядком следили члены жюри. Алексей Карышев – фрезеровщик. На Эларе работает давно. В таких конкурсах участвует не в первый раз. Говорит, что теоретические вопросы щелкают, как семечки. А вот практически задания сложные. Загадывать не буду. Время покажет. А вот деталь для вас сложная была? Ну, деталь не очень сложная, конечно. Просто времени как бы дается мало и торопишься, нервничаешь немного. У токарей победа досталась специалисту с 10-летним стажем Олегу Михайлову. В цехе радиоэлектронной аппаратуры и приборов не по субботнему оживленно и многолюдно. Несколько команд, по семь человек уже готовы приступить к конкурсному заданию. Для участия отбирали только тех, чья квалификация соответствует как минимум третьему разряду. Все, что было изготовлено во время конкурса, пойдет в дальнейшую работу. Это заряжает людей. Оно позволяет участникам этого конкурса прочувствовать, что их профессия нужна. И самое главное для нас на сегодняшний день, поскольку вот престиж рабочей профессии, он как-то в стране падает. Нас отмечают ученых. Понятное дело, что тоже нужно этому уделять внимание. Но я что-то за последнее время не помню, чтобы отмечали какими-то государственными наградами работников промышленных предприятий. Это неправильно. Профессия рабочего, она всегда была и будет оставаться той, которая кормит вообще-то всю страну. В этом году впервые в конкурс участвуют и приглашенные. Семь будущих монтажников радиоаппаратуры, студенты электромеханического колледжа. Учебное заведение очень тесно сотрудничает с ИЛАРой. Недавно сам, значит, кадровая служба предприятия, они анализировали состав своих работников из числа наших выпускников. И оказалось, вот из того числа людей, которые сейчас работают, порядка трех тысяч, да, на ИЛАРе работают, 400 человек наши. Мы в этом году планируем создать участок, который практически не будет отличаться от реального участка, в котором мы сейчас находимся, где проходит этот конкурс. В этом году в конкурсе участвовали и водители предприятий. Их задания не отличались от экзаменов ГИБДД. Для победы надо было преодолеть все препятствия, причем сделать это не только быстро, но и без нарушений. Водители говорят, участвовать в конкурсе интересно, но сложно. Сами автомобили по себе, это индивидуальные. И каждому человеку приходится привыкать к своему автомобилю, к своей машине. И порой и другие, кто садится за автомобилем. Ну, вот как я в данной ситуации, не сразу смог тронуться там или что. Но надо привыкать к каждому автомобилю. Цех печатных плат, пожалуй, основной на предприятии. Участницам конкурса нужно было проверить плату и устранить дефекты. Работа кропотливая. Зоркий женский глаз должен заметить малейшее расхождение со схемой. На все задания у конкурсантов 30 минут. За это время надо проверить 10 плат. Они самые сложные из тех, что выпускают в цехе. Конечно, все участники не могут занять первые места. Зато каждому победителю конкурса будет повышен квалификационный разряд. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика. На старте и города, и отдаленные села. В Чувашии отгремел традиционный спортивный праздник лыжня России. Изначально организаторы гонок планировали увидеть на трассе 40 тысяч участников. Но прошлогодний рекорд был побит. На лыжи в этот день встали около 50 тысяч человек. В некоторых районах соревнования проводили даже отдельное поселение. Чем запомнятся массовые старты жителям столицы? Одними из первых это увидели мои коллеги. У стартовых ленточек на трассе настоящий ажиотаж. Погода в этот день стала на сторону любителей лыж. Солнце и окрепший снег сделали свое дело. В Чебоксарском парке 500-летия и яблоку негде было упасть. Только здесь за здоровый образ жизни проголосовали более 12 тысяч человек. Но вместе со столицей республики свои гонки проводили в каждом городе и районе. Спортивный праздник в Чувашии стал поистине массовым. Хочу отметить, что на самом деле народ Чувашский дружит со спортом. По оценке Министерства спорта Российской Федерации у нас по итогам прошлого года более чем 30% занимаются физической культурой и спортом. Любимцами нынешнего спортивного праздника стали вот эти собаки. Таких гостей на лыжне уж точно никто не ожидал увидеть. Хотя сами хаски явно чувствовали себя достаточно комфортно. Сначала долго позировали перед камерой. А после выстрела пистолеты устремились вперед. Массовый забег на удивление горожан возглавила именно их упряжка. В лыжне России уже восьмой год подряд все возрасты покорны. По традиции первыми на старт вышли самые маленькие. Дистанцию для них подготовили щадящую всего полкилометра. Преодолевать ее малышам помогали родители, которые не отходили от своих чад ни на шаг. Эстафеты у малышей подхватили ВИП-гостя. Министр, депутаты и известные люди по традиции преодолели символическую дистанцию. Ровно 2 километра и 14 метров. Этот забег был посвящен Олимпийскому году. Пусть эта дистанция символична, но самое главное, сколько сегодня народу. И это очень здорово, что народ выходит на лыжню, народ заражается здоровым образом жизни. Это здорово, мы все будем здоровыми. Кто-то выходил на лыжню просто ради своего удовольствия, кто-то ради наград и побед. Спортсмены, профессионалы соревновались на скорость. Самым первым в этой гонке финишную черту преодолел Алексей Николаев. Воспитник столичной спортшколы впервые принимал участие в массовом забеге и никак не ожидал, что победит. Тяжело было. Втроем ехали на финиш. Один упал, а другого я ногу высылал, чуть-чуть обогнал и все. Свои традиции и герои есть у каждой лыжни. Спортивный праздник в Чувашии уже невозможно представить без этой участницы. Вере Орловой недавно исполнился 81 год, а она все еще уверенно стоит на лыжах, не пропускает ни одну гонку и по-прежнему удивляет оригинальными чувашскими нарядами. Я хочу с молодежью быть, не хочу старая, дома не хочу сидеть. Эти четырёх чинах мне это надоело. Я еще не старая, мне 8, первый год только. Привыкают к русской лыжне и гости из жарких стран. Многие студенты и иностранцы не первый год участвуют в массовых забегах и даже готовы дать фору коленным чебоксарцам. Не пугают их уже и русские холода. На лыжне России тоже есть свой педестал почета. Медали и кубки достаются самым юным, опытным и тем, кто пришел к финишу первым. Всего более пяти разных номинаций. Но даже тех, кто не получил призы здесь, не называют проигравшими. Стремление к победам и спорту уже высокая награда. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Детский развлекательный центр «Кокоду» поздравил горожан со своим днем рождения. В праздничный хоровод встали все те, кто успел оценить профессионализм сотрудников центра и их искреннее желание дарить радость детям и взрослым. На днях развлекательный центр «Кокоду» отпраздновал свой седьмой день рождения. Программа национального телевидения «Чувашия» и «Бухта-Барахты» с первых шагов своего существования является партнером центра. И поэтому пройти мимо такого события творческая группа просто не могла. Оригинальные пожелания от ведущих «Бухты-Барахты» понравились многим гостям представления. Я желаю развлекательному центру «Кокоду» кучу новых идей, клоунов, программ, чтобы в вашем центре всегда был детский смех. А директору Людмиле Николаевне я хочу подарить вот такого попугайчика. Я его сама сделала и хочу, чтобы он принес вам столько удачи. В свой день рождения сотрудники «Кокоду» не только принимали поздравления, но и подарили незабываемое шоу всем гостям праздника. Интересные конкурсы и тематические выступления никого не оставили равнодушными. А гвоздем программы стал настоящий летающий дракон, который исполнял все желания. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова